Иерусалим 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 своими. Вдруг, высоко над городом, на своем славном троне появится Господь. Все ничтожные военные планы будут незамедлительно остановлены. Глядя в Божье лицо, нечестивые с болью осознают каждый грех, который они когда-либо совершили. Они вспомнят каждый случай, когда они заграждали уста своей совести, каждый момент, когда они отворачивались от призывов Святого Духа. Кто-то из них отправился в могилу, считая, что успешно скрыл свои грехи или убийства, преступления и пороки от других людей. Со стыдом они осознают слова, записанные в 12 главе Евангелия от Луки и сказанные лично самим Иисусом. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. По мере того, как перед их глазами отчетливо будет показана вся их жизнь, каждая потерянная душа полностью осознает, что отвергла спасение своим собственным выбором. Печально, но эти люди никогда не познают мир и счастье тех, кто будет находиться в святом городе. Нахлынувшее на них чувство безграничного отчаяния будет просто невыразимо. Непокорные не смогут отрицать справедливость Бога в объявлении их виновными. Они будут единогласно взывать «Праведный и истинный пути Твои, царь святых». И падая ниц, поклонятся князю жизни. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. В конечном счете, придет время нечестивым посмотреть в лицо необратимым последствиям их собственных дел. Без всякого предупреждения, с небес на них не зринется огонь и сера. Земля будет взрываться, и из ее горячих глубин будет вырываться огонь. В то время, как ад поглотит нечестивых, праведные в целости и безопасности останутся в пределах Нового Иерусалима. Каждый грешник будет наказан в соответствии с тем, что совершил. Люди с немногочисленными грехами будут уничтожены быстро. А те, кто виновен в ужасных злодеяниях против человечества, будут страдать дольше. А сатана, зачинщик всякого греха, будет вынужден страдать больше всех. Богу тягостно наказывать нечестивых, но этого требует его справедливость. Возмездие за грех – смерть. На кресте Иисус потерпел это окончательное наказание за тех, кто принял его жертву. Но, к несчастью, нечестивые отвергли его дар и должны заплатить ужасную цену за грех сами. Ибо вот, придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. Вы будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. И когда будут тлеть последние угли наказания, жители Вселенной воскликнут и восхвалят Бога за то, что террор сатаны навсегда закончился. Среди вечного мира во Вселенной Бог направит все свое внимание на создание нового неба и новой земли. Субтитры создавал DimaTorzok